Ух ты, смотри какой! Ображек! Сейчас проверим, там дальше еще будет хуже. Вот почему. Мокро. Через мостик. А чего бы и нет. Нереально что-то назад прилетело. Смотри, махач, махач. Как через жопу. Ну ладно, давайте ради контента кросс-кантри. Оп, великие покатушки в лесу. Смотрите, там никого. Велик и там никого. Охренеть. Так, делаем фото. Ну-ка. Так, фотография. Ну, фонарь вообще, фонарь, ребята, зачетный. Так, всем привет. Это тестовое видео, как велопокатушки. Первая велопокатушка, у меня это уже третья. Но будем испытывать вот эту камеру, как видите, она немножко наклоняется. И наша с вами задача сегодня понять, насколько сильно нужно ее наклонять, чтобы, конечно, было все нормально видно. Так, ладно, первым делом мы отправляемся за велосипедом. Так, перчаки готовы. Сейчас одеваем шаппировку. Так, вот он мой конь. Стоит таким вот образом. Надо, кстати, будет починить вот эту лампочку. Не знаю, там видно, не видно, насколько нужно наклонять. Тут у Ольки хранятся всякие кулички и так далее. Сейчас мы осторожненько попытаемся велосипед отсюда вытащить. Ладно, погнали. Все примерно получилось. Так, сейчас мы возьмем бутылочку. Наполню ее не до конца, потому что много я пить не буду. Так, вставляемся в сидушечку. Сразу выставляем повыше, чтобы было удобно. Так, фонарик есть. И сейчас телефон сюда, саду прицепим. Так, первым делом я запущу, значит, отслеживание на таких вот часиках. Это Garmin Fenix 3 HR. Сейчас, когда будет зеленая, значит, найдет уже, соответственно, спутники. И можно будет, сейчас вот уже желтая. По идее, должно быть довольно-таки быстро. И потом будет вообще прям точный-точный маршрут, прям вот по часам. Здесь и скорость показывать, если нужно. Ну, сколько ты проехал и по времени, соответственно. Сейчас у нас время 19.10. Так, ну что-то пока еще не нашел. О, все, нашел. Значит, нажимаем готово. Ну и все, поехали. Так, сейчас самое главное, мне выставить угол наклона. Это явно не так должно быть. Попробуем вот в такой вот позиции. Сейчас я сижу, в принципе, в такой, в не атакующей позиции, по крайней мере. Сейчас я посмотрю. Мне кажется, да вот таки должно быть нормально. Посмотрим, как будет с ветром. Вон, погнали. Наверное, как всегда. Довольно-таки резкий старт. Я уже запыхался. О, ну ладно. Погнали. Так. Ну что, сейчас выезжаем в парк. Температура сейчас 4 градуса за бортом. Мы, соответственно, сейчас за бортом. Погнали тогда по оффроуду, потому что велик-то, можно сказать, МТБшный, кросс-кантри. Понятно, что не даунхилл, никакие ничего. Сегодня был дождь, поэтому немножко сыровато. Сейчас вас ознакомлю еще раз с комплектацией моего велосипеда. Ой, блин. Уже в говняшку ехал. Пожалуйста, вот тебе, можно сказать, живые влоги. Пожалуйста. Говняшка. Значит. Ну, у нас сегодня не то, что мы прям будем вваливать. Ребята, я расскажу еще про верик. Ну, прошу заметить, сзади у меня нету никакого крыла, потому что я не стал его ставить. Я вот катался уже два раза. При этом через лужи, через грязь нормально все. То есть приезжаешь, тут какие-то вот прям совсем штучки отряхнуть, и все нормально. Снизу рамы нету никакой проводки, потому что проводка вся скрытая. Вот эта часть, какие-то прям, я не знаю, здесь вот, наверное, пять-шесть штук грязных оставалось, перчаткой смахнуло, все. Короче, поехал. Вот, а впереди, получается, стоит такое маленькое крылышко всего лишь. Ну, посмотрим сейчас, как будет у нас. Ладно, давай забираемся, погнали. Как стемнеет, включим фонарик. Вот такая вот у нас сегодня дорога, реальный кросс-кантри. Ладно, поехали. Вилка сейчас у меня разблокирована, чтобы была более лучшая амортизация. На самом деле, мне очень интересно, как будет отсекаться воздух, потому что я сейчас особо гнать не буду. Хочу сегодня с вами так немножко поболтать, чтобы потом самому на монтаже вообще понять. То, что я сейчас помню, где было довольно-таки быстро, и хочу реально удостовериться в том, что здесь работает wind cancelling. Вот, то есть, у нас шумоподавление ветра. О, поехали вот сюда вот. Хотя вот сегодня полдня лил дождь, но при этом, смотрите, довольно-таки, кстати, сухонько. Так. Ой, как мне нравится, как отрабатывает вилка. Вилка Suntour. На RockShox я не ездил, ребят, поэтому все постепенно. У меня до этого верики были, блин, не такие плавные. Я вам скажу, что этот верик очень плавный. Прям, прям, знаешь, вот этот, ой, верик прям вообще по кайфу. Так, ладно, въезжаем сейчас. И прямо, наверное, поедем. Вот так вот через все говняшки. Так, ну ладно, давайте вниз, наверное, там ребенок. Ну немножко вмажем, а там притормозим. Малет затормозимся. Хочу вам дать оглядеться. Уже в какую красоту приехали. Все он занимается спортом. И я в том числе. Сегодня вкусно поели с ушами. Придется немножко поработать, покрутить. Но, мне кажется, сейчас в плане даже больше, наверное, поснимать, с вами поболтать. Сейчас взял, посмотрел, вот снятый материал. Кстати, снимаю его в Full HD в 60 кп в секунду. Вот, и получилась такая штука, что, значит, нужно вешать камеру, скорее всего, вверх ногами. Потому что, когда я еду вот в таком положении, я еду, то есть в прямом, и у меня камера смотрит вперед, я не могу ее выгнать еще выше. Потому что нифига не видать то, что впереди, когда я еду. Вот, поэтому, мне кажется, для лучшего обзора нужно будет ее перевесить, ну, вверх и вниз, короче, вот так вот. Давайте попробуем это сделать. Вот, такой у меня крепежка, ее очень удобно, можно будет из чего снять. Так, ну, так она, что-то, конечно, совсем низко висит, мне кажется, так меня слышно не будет. Так, а если мы вот так вот сделаем, в таком формате, сейчас я сам еще протестирую, вот так вот я сижу прямо, что-то могу рассказывать. А это вот такая атакующая позиция, атакующая, типа когда педалями педалирую. Вот, ну, давай сейчас остановимся, и я как раз заодно проверю. Вот, Саки, смотрите, утка. Ага, так, давайте проверять. Значит, опытным путем выяснил, только что сам посмотрел, как смотрится. Мне кажется, вообще отлично, просто отличнейше. У вас угол обзора где-то примерно получается, вот, руль выпадает. Вот, и я при этом могу говорить. Вот, ну, посмотрим тоже, как еще будет себя чувствовать ветроподавление. Я еще на этом, на Алике, заказал микрофон проводной, который может чуть повыше ко мне быть. То, что я сейчас еду, мне в уши ветер дует. Не знаю, как это в камеру будет. Вот, я сегодня не особо буду сильно вкатываться. То, что я уже два дня просто здесь на максималке погонял. Наверное, будешь так, просто поговорить с вами. Погода сегодня тоже не очень, потому что довольно-таки пасмурно. Открывается направо, по-моему, наверное. Так, здесь горку. У меня сегодня еще была тренировка инсинити. Поэтому мне в двойне кайфово. Вообще, я сегодня хочу так немножко, вот, в таком темпе поездить. Потому что, ребят, честно, два дня, и вот в понедельник, вторник, просто выехал. То есть, там, первый раз в 50 минут, второй раз в час покатался. О, боже мой. Я вспомнил, что такой велосипед. Насколько это кайфово. Я прям это, знаешь, за первую половину поездки просто настолько уделался, что, ну, типа, тяжело. Что потом я домой приезжаю просто без сил. Вот поэтому я выбрал амортизационный верик, не городской. Потому что, прям конкретно по самой Москве, я не особо люблю ездить. А вот по паркам, по пересеченке, да. Поэтому это моя тема. Я насчет этого думал. Вот, взять шоссейник, грей... Точнее, нет, не шоссейник. Гравийник, наверное. Хотя, гравийник тоже для этого подойдет. Но все-таки у меня, наверное, любовь к МТВ. Фу, поднялись в горку. Чувствую. Дыхалочка пошла. Но ее нужно разрабатывать. Ну, я сейчас в эту сторону поедем. О, снежок. О, представляете? Только что снег увидел. Офигеть. Надеюсь, вам все видно и слышно. Покатили дальше. Катаем мы, кстати, в лесопарке Кузьминки. Если слышали, на прошлой неделе арестовали главу этого парка за взятки. Вот так вот. Не знаю почему. О, еще давайте вниз, наверное, на скорость искать. Посмотрим заодно, как будет у нас ветрозащита. Отрабатывайте. Говорит, не знаю, сейчас скорость 26. Будет меня слышно или нет? Можно даже до 30-чика разогнаться. Ну, 30 километров в час. Действительно, 30 километров в час вообще, что-нибудь слышно или нет? Люди сидят рыбу ловят. А мы продолжаем поездочку. Скатились. Это было 30 километров в час. Не знаю, слышно ли мне или нет. Потом проверим. Я сегодня, кстати, без рюкзака катаюсь. И даже без шлема. Да, я купил шлем. Пока катаюсь без него. Потому что планирую шлем уже на более жесткие катухи брать. Так, весит небольшая лужа. Кстати, вот на той стороне, если я поеду, вот на той. Там такая теневая сторона. И она, короче, мокрая. И там, я вот позащера ездил. Там вообще жопа. Там прямо, знаешь, грязь, мясо. Но нормально. Без брызовиков. Все прошло вообще отлично. Кстати, да-да-да. Тот знаменитый момент, конечно. Лева. Конечно, как всегда. Так, Лева есть. Небольшая отдыхка есть, но она, кстати, быстро уходит. Все-таки тренировки инценте дают и все знать. Так, ну что, давайте прибавим. Сейчас будет еще один подъем прикольный. А потом спуск. Хотя, конечно, снеговистая местность, но все равно. Здесь спуск небольшой. Ну, в принципе, все. Вот такая сложная, сложная такая отрезка. Сегодня, кстати, в парке вообще никого нет. Потому что целый день длил дождь, напомню. Я еще так плюс-минус оценил. Понял, что не особо должно быть мокро. Ну, вот как видите. Тут какие-то лужицы есть. Но, в основном, сухо. Но вон там будет мокро. Напомню. Так. Ну что, продолжаем движение. Вот такого одного велосипедиста встретил. За все время. К примеру, когда было тепло, вечерком, ну, наверное, велосипедист, ну, каждый, не знаю, метров двести, наверное. Вот так вот. Если вам понравится, можно так покатушки по Москве устраивать. Ну, и, соответственно, еще и, наверное, подписчиков звать. Не подписчиков, не знаю, зрителей, наверное. Надо будет в каком-нибудь чатик создать, кто рядом живет. Можно будет там раз в недельку, раз в пару недель устраивать общую покатушку. Вот, кстати, вот вам уточки. Смотри, семья уточек. А малышей, что-то забыл. Они выращивают. Выращивают они их зимой? Или когда? Да, утка у нас тут очень полно. Очень поближе подъедем. Конечно, я не смогу вам прозумировать. Но все равно, вот они, конечно, так в грязи плавают. К сожалению. Но пруд чистили. Вот утятки. О, они все по парам. Пара, 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 пара. Даже у каждой утки есть пар, блин. Ребята, многие спрашивают, Ирюх, там, как раз как там свою любовь найти вообще и так далее. Блин, ребят, не знаю. Должно повезти. Мне, по крайней мере, в свое время, я даже не знаю, мне просто не сказано повезло, что я Ольгу Валерьевну встретил. Теперь мы тоже, как это, пара уток. Прикольно я сравнил нас с утками. Вообще чума. Ладно, ну, по этим, по лужам я специально ездить не буду. Но потом вам покажу. По крайней мере, должна быть спина у меня чистая. Я прям совсем в дождь я не планирую кататься. Но на случай дождя у меня этот вот. Я показывал. Защитник задницы есть. Сейчас мы. И уезжаем в лес. Сейчас отсюда глянем. Здесь такой красивый вид. Ну-ка. Давайте. О, да, пока. Так, что мы там проехали? Проехали всего лишь 3,70 километра. Можно сказать ничего, но мы сегодня так влегкачил. Здесь, кстати, дроп неплохой, да? Вон, прям передо мной такой дроп. И сразу сюда, в это озеро. Такой тут вид. Сейчас остановился, проверил. Насчет видеозаписи все. Запустил видосик, где я как раз спускался 30 километров в час. Слушай, а прикольно. То есть я ехал, у меня вообще ничего не было слышно в ушах. Потому что с горки. Сейчас дует еще так морец плюс-минус ветер. И что я вам скажу? Неплохо, неплохо. Прям очень даже неплохо отрабатывает. Так, я вчера катался, точнее позавчера, вот по этой дороге. И она была как через жопу. Ну ладно, давайте ради контента попробуем. А что если сейчас нам еще, кстати, не знаю, хорошая идея, нехорошая, бомбануть вон туда вот. А ну-ка. Даже не знаю. Вот это вот настоящий трейл. Точнее трейл, блин. Кросс-кантри. Ой, блин. Здесь, кстати, не трава, листва очень тяжелая. Прям проминается. Мне кажется, не очень хорошая тема. Ладно, давай еще сейчас. Очень тяжело ехать. Потому что очень еще мокро. Ничего не вышло. Ну и для этого убрал верик. Я люблю по таким деревьям кататься. Сейчас очень хорошо хотя бы это. А, нету листвы. Зато может быть стекло. Во всем есть свои плюсы и минусы. Надо идти потихонечку выезжаем. Реально тяжеловато ехать. Так, пригиваемся. Хопа. И выезжаем обратно на дорогу к Акашкинс. Вот. Вот здесь можно оценить полностью. Мне кажется, чувак назад едет. Мне кажется, что он вообще жопа. Ну ладно. Проверим. Он быстрее едет. Ну ладно, давай тоже побыстрее. Напомню, что я без брызговиков, ребят. То, что насмотрелся видосы всяких. И понял, что накрена они мне нужны. Так. Аккуратненько. Объезжаем вот так вот. Поверхность скользкая. Как видите, сами такое месиво. Небольшое. То есть какие-то... Знаешь, ошметки прям маленькие. На раме должны остаться. А сзади посмотрим, посмотрим. Я два дня ездил. Спрессы. Был, конечно, не так мокро. Еще проверим. Там дальше еще будет хуже. По крайней мере, задник у меня был чистый. Так, а ванна. Ван, даю прямо. Раз уж хотел уже показать, давайте сразу. Первая покатурка через жесть. Сейчас. Немножко скорость, наверное, увеличим. А то еще даже... Сейчас-ка медленно... О-о-о-о. Нормально так месяца. Так, мне кажется... Кажется, что-то назад прилетело. Поэтому... Что-то я, наверное, перестарался. А ну-ка. Да, мне чуть назад прилетело, ребят. Поэтому я не буду таким уж... Находчивым. О май гад, ладно. Короче, давай сократим. Вот сюда вот, на ту дорогу поедем. Нереально что-то назад прилетело. Блин. Нахрен за такой кросс-кантри. Вот, нахер, забрались. А, по крайней мере, я знаю, куда ехать. Так. Что-то мы преодолели. Что-то страшного. Ух-ты. Здесь вообще все проваливается. Так, скорость увеличиваем. Ух-ты, блин, смотри какой. Ображек. Хопа. Так. Уфа. О, скользкая хрень была. Так. Понял. Банни-хоп я еще делать не умею, ребят. Банни-хоп будем изучать на даче. На майские праздники. То, что у меня нету такого скилла. Насчет бани-хопа. Чтоб перепрыгивать. Да, на спинку мне прилетело парочку. Фу, проехал. Сквозь чащу. Дыхалочка сбилась. Но при этом я еще хочу разговаривать. О май гад. Заодно проверим, до какой темноты мы сможем кататься с этой камерой. О, спуск. Охренеть. Да, сегодня, кстати, интересней. Ой, покатуха получилась. Ну, посмотрите мне тут. Хопа. Копачок отлетел. На место ставим. Фух. Да. Сейчас. Пока пользуюсь шансом. Я еще видеоблогер. Дай пока. Вот так вот. Поставим. О, грязь прилетела. Но это я, конечно, да. Это я перестарался ланить сейчас засохнет. Потом. Да. Это я вот вам похвастался. О, с вами такая жопа. О. Вот Ирюха, блин, похвастался и получил. Приеду, перчатка, все это, короче, застынет. И это все с мету. Главшебпроводки здесь нет. Но это было, конечно, не очень мудро. Сейчас, кстати, заодно давай. Фоточку сделаем. С великом сейчас. Включим вот так вот фонарик, чтобы красиво светил. Смотрите. Оп. Великие покатушки в лесу. Смотрите. Там никого. Велик. И там никого. Охренеть. Так. Делаем фотоньку. Ну-ка. Так, фотография. Что бы нам еще сделать? А портрет-то здесь можно сделать? А, живой фокус. Панорама, короче. Захренача. Давай вот так вот. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какая же большая панорама получилась. Ну, давай вот так, чуть поближе. Вот так вот. Потом посмотрим. Так. Вот так вот. Как мне так. Сейчас поинтереснее. Во, вот так вот. О, настоящий Cross Country. Все. Фонарик вообще просто. Фонарик, ребят, бомба. Я вообще не представлял, что такие мощные существуют. И на удивление, кстати, вот когда совсем сейчас темнеет, в парке очень мало народа, прям вообще процентов, только 10 велосипедистов ездят, ребят, с фонарями. Для меня это какая-то была загадка небольшая. То есть, реально только 10 процентов велосипедистов ездят с фонарями при полной темноте. Непонятно. Не, либо все катаются, конечно, летом. Я думаю, здесь, как раз, можно смотреть скорость увеличить. Вот, либо все катаются настолько летом, что не нужно. А сейчас, сейчас, побыстрее. Сейчас, представим. А, чтобы. Побыстрее было. Да, через такую пересеченку кататься, через такой себе. Вообще, Николай. Полная ночь. Не, можем каким-то экскурсиям по Москве устраивать. Но проблему скажешься, будем ездить. Здесь так вот интересно вам будет что-то рассказывать. Про какие-то неизвестные места. Вместе что-нибудь посмотрим. Так, выезжаем сейчас на другую дорогу и будем поворачивать направо. Да, здесь дорога получше, чем, конечно. Потому что на той дороге полное месиво. Блин, зря я тоже заехал. Все, что хотел вам похвастаться, что это грязь не будет лететь. А будет еще как. Просто слишком мокро. Так что это было довольно-таки глупо. Заезжать. Так, двигаем направо. Смотрите, ребят, вообще просто никого. Надо будет, кстати, вспомнить. Я, конечно, умею кататься. То есть без рук. Но надо этот скилл, конечно, наращивать. То есть я раньше на переднем колесе у меня стоять, на заднем кататься. И без рук рулить. Так, выезжаю. И из этой чаще опять на ту самую грязную дорогу. Давайте, малесо, разгонимся. Опять же. Сейчас. Немножко так пролетел. Блин, а морду вообще просто шикарнейший. Блин, как мне нравится, как он работает. У меня раньше вообще таких не было. Так, вон, здесь не такие уж лужи. Так. Сейчас будем катиться вниз. А потом наверх. Да, сегодня прям удивительно, вообще народу нету. Два велосипедиста за все время встретились. Один из них грязный. Это я. Так, давайте я. Помедленнее, да. Притом летит не сзади. Летит спереди. Я, конечно, не планирую летом кататься вот так вот. Потому что летом как-то, ну, дождик, если выпадет, а сейчас-то после зимы. Вот это вся жопко. Ну, как и есть, ребят. Ладно. Хотел бы, блин, реально похвалиться. Похвалился. Ну, бывает, вот такие минусы. Да. Видишь, заехал в говняшку, уехал. Заезжаю в лес, въезжаешь в говняшку. Жди, что станешь грязным. Вот, давай, кстати, падение направо. Через вот этот интересный мосток. О, еще один велосипедист. Отлично. Так, здесь с разгоном мы, конечно, не возьмем. Потому что здесь поворот. Надо будет стынуть передачку. То есть мостик хорош. На него с разгона заезжать. Ну, так заедем. Хопа. Осмотримся. И вниз. Да, вот мостик хорош, когда ты его с разгоном берешь. Прямо на него. И потом с него. Там еще по кайфу. Сейчас поем налево. Можно сказать, мы такой же целый круг сделали. Вот там вот направо мы отпускались и поехали вокруг пруда. Так, теперь поем налево. Здесь будет уже асфальт. И там можно будет молиться на скорость поработать. Правда, не знаю. Может уже из парка выезжать. У меня выезжает, я даже не знаю. Что-то темно будет. Такой небольшой подъемчик. Подъемчик прям сразу это ножки дают о себе знать. Я уж ладно, стоя не буду. А то, если я совсем буду сейчас вкатывать, я даже разговаривать с вами не смогу. Из отдыхалочки. Так, хотя бы полегонечку, по чуть-чуть ради теста. Время 19.45. Вот там, кстати, у нас находится, а по-моему, типа не памп-трек. Ну, короче, трамплины. Вон там находится. Памп-трек это у нас в Марина. О, посмотрите, снег еще лежит. Вот, уезжаем на скоростной участок. Погнали, сейчас посмотрим. Так, там еще будет поскоростней все. 32 километра в час. Вот здесь вот, вниз ездил, было 40. Погнали в город. Не хватает скоростей. Не хватает. То, что на велике, получается у меня 10 скоростей. Вообще пересчитаем. Так, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Да, 10 скоростей у меня. Звезда маленькая стоит. Звезда стоит маленькая. Скорости напрямую не хватает. Ну, я не для этого брал. То есть я брал велик. Не для скорости, конечно. А для бездорожья. Ну, такого не жесткого. Ну, пример, где я сейчас ездил. Ну, вот напрямую, чуть-чуть под уклон. Ну, 33. Я думаю, что здесь совсем постараться. 34 можно выжить. Километров в час. Подборку 40. Вчера вот замерял тоже. То, что в часах будет прям подробная статистика. Вот, показывал в 40. О, кстати, вот здесь вот. Направо учился. Площадка у меня была. Вот, то есть я как учился. Теорию учил в автошкоре. А тренировка у нас именно. Там параллельно парковка. Как еще это мостик и так далее. Было вот здесь вот. В этот. В пинбол. Вот. Здесь еще и картинки есть у нас. Потому что, можно сказать, все рядом. Так, я думаю, что пора включать фонарик. Фонарик мощный. Я его чуть вниз направлю. Потому что он реально слепит всех. Жить там никого нету. Попробуем перепрыгнуть. Получилось. Сейчас, чего я не знаю. Вот тоже так, слегонца. Вот, то есть прям реально слегонца. Мне нужно банни-хоп разучить. Реально не умею. Умел тупо. А, ну этот, как вы увидели. Или как он там, серфис называется. Так. Чем-то поедем. Ну, поедем, наверное, к Волжской. И буду я прям совсем далеко уезжать сегодня. Очень так. Может, как-то по парку катаемся. Вот. Нужно мне будет разучиться. Езде. На заднем колесе не умею я этого. Но это надо будет не сейчас, на даче хочу. И банни-хоп, чтобы перепрыгивать, препятствие нормально. То есть не при помощи отрыва переднего колеса, а при помощи перемещения своего веса назад. Вот, не умею я этого. Ну, ничего, научимся. А, ну и, кстати, пока, наверное, пока в город не въехали, потому что уже совсем тенеет. Я, наверное, включу задний фонарик. Вот так вот. Да. Сегодня я верик забрызгал. Ладно, поеду. Поеду как есть. Вот так факт. Блин, зачем я на эту дорогу заехал? Вопрос. Конечно, лесопарк у нас другой стороны. Здесь уже городской темп. Так. Ух, да. Слушай, ноги после тренировок дают о себе знать. Просто одно дело, когда... Блин, просто на велике, а когда после того, как у тебя днем еще тренировка была, сил реально не так же много. Вот, кстати, у нас везде электросамокат стоял, который можно в аренду взять. Вот оттуда, наверное, въезд обратно в лесопарковую зону должен быть примерно через гаражи. По идее. Все проверим. Такая все, да, территория? Если тут первого раза ешь, подумаешь, что за хрень. Куда я еду? Так, вообще, по идее, должны ехать правильно. Так. Все затестим. Автосоянка. Так, что у нас тут? Гаражи, гаражи. И... Так, мобиночный монтаж. Опять гаражи. Так, что на монтаж, гаражи. Чуть пока... О, наверное, налево. Ну-ка, сейчас. О, да-да-да-да-да-да-да-да. О, смотри, какая старая машинка. Нифига себе, Таврия. Насколько я помню. По-моему, это называется Таврия. Нифига себе. Даже помню название машины. Да, ребят, впереди точно лес. Вот туда-то нам и надо. Ну, пока за три дня, что я провел на этом велосипеде, он реально для меня вот сейчас очень комфортный. Он реально прям большая рама. Мне очень нравится руль, что он широкий. Наконец-то я взял его себе под размер, потому что до этого у меня вееки были маленькие. Вот, смотри, какой приличный парк. Хоп, уезжаем. Кстати, только что поехали в будку охраны. Вот, там реально охрана сидит. И вообще тут по лесу они днем, вечером, конечно, ночью охранники ходят. Такие в белых жилетах. Мне кажется, сейчас а в Москве, в Подмосковье так должно быть? Я просто не знаю, как в других городах. Ребят, напишите, у вас в парках охраны есть или нет? О, я сейчас помедленнее поеду, чтобы с вами поговорить. Вот. Не хватает немножко, конечно, на прямой скорости, но велик не для этого создан. Будем прямо говорить, да? То есть, если ты покупаешь горный вел, он не создан для того, чтобы по прямой валить по асфальту быстро. Для этого покупаем шоссеры. Вот. Но я не настолько любитель прям по шоссе ездить, поэтому вот парк это мое. Попробуем сейчас через площадочку проехать. Ошелак. Давайте у нас еще раз оставим там площадка для качков у нас. Партон создана из подручных средств. Она освещена вот там вот. И там можно прийти и там покачаться. То есть, там такое наш шины потягать. Прям очень прикольно. Так, ну ладно, поедем прямо и сейчас мы выйдем в принципе опять к тому же самому пруду. Мы такой небольшой круганчик сделали. Сейчас тоже особо разгоняться не буду, чтобы вам ветер не сдувал. И сейчас мы подъедем к тому месту, где у нас находится ничто иное, как скейт-парк настоящий. Ой, сегодня тут тоже вообще народу нифига нету. Вот за вчера народу было вообще охренеть. Вообще от свободного места не было, ребят. Сегодня, видимо, все подростки просто где-то отдыхают. Вот, смотри. Там вообще получается у него три человека, Да. Попробуем сюда сейчас. Надеюсь, охрана ничего не скажет. Попробуем сейчас малец заехать. Я прыгать не буду. Вот так вот. А, мокро здесь. Вот почему. мокро. Поэтому они катают. Понятно. Все понятно. Оказалось, нет, все полетит из-за лужи. По чему тут выехать смогу? Я постараюсь. Ну-ка. Хоп-хоп-хоп. По ниже передачу включим. Сейчас запрыгнем. Запрыгнули. Так, ну вон. Здесь, видите, спортзона. Вообще, прям, так и располагает спортом заняться. Прямо вас, реально, делал прогулку со мной. Так, здесь тоже вон, легким спортом занимается. Как видите, что ли? Что это такое? Как вы думаете? Там реально как видишь. Видите? Интересно. Что они получаются с шарами, что ли? А, нет. Даже как-то галдиаторы, что ли? Нифига себе, что-то не делают. Ух ты. Ого. Смотри, махач, махач. Офигеть, прикольно. Как рыцари. Офигеть, вон. Не знаю, насколько там получится увеличить, ребята. Видите, кого выберите, садятся. Офигеть, блядь. Верик дает многое увидеть, новое. Я вообще не знал, что таким занимаются. Прикольно. Реально, как рыцари, прям. Офигеть. И такие, я подумал, сначала они, типа, шары будут кидать этими палками. А оказалось, что это, типа, мечи. Они этими мечами дерутся. Офигеть. Сейчас будем выезжать в ворота, которые выполнены в виде дракона. Вот, посмотрите, впереди. Сейчас вот слева и справа наверху драконы. Так, надеюсь, видно вам. Сейчас на горочку поднимется, и там будет спуск хорошенький. Так. Спуска есть два. есть спуск цивильный по асфальту, но это, конечно, не наш вариант. Зачем не асфальт? Есть спуск, соответственно, ненормальный. Есть спуск такой, какой мне и нужен. это было не особо, что-то быстро мне показалось. но для начала неплохо, неплохо, потому что вкататься тоже нужно. Не все с первого раза. Дормально. Не все же сразу в Красную Поляну ехать на трейлы. Может, но тренируюсь, потому что мне нравится с гор спускаться. Так. Тем самым мы проехали 53 минуты всего. Интересно, насколько там блок вышел. Ну, сейчас посмотрим. Вернулись на то же самое место. Ну, кстати, не, немного проехал, 10 километров всего. 10 километров, ну и плюс там всякие болтушки. 55 минут ушло. Я не уверен, что я буду применять именно вечерние покатушки. Потому что, конечно, днем все будет лучше видно. До этого ездили направо, сейчас поименалево. Вместе, в принципе, так-то. Основная задача была просто выехать, наверное, больше камеры испытать. Посмотрим, как она сейчас в ночном режиме вообще будет. ну и, соответственно, по поводу голоса, потому что это важно. Вот я сейчас еду, ветер дует, я разговариваю. Посмотрим, насколько там отрезает камера у нас ветер. Так, блин, ушам становится холодно, хоть я и в шапке. Давайте пока на дороге съедем, что там ребята прошли. красивая дорога у нас. Блин, хорошо, когда парк, ну, плюс-минус рядом от тебя находится. Ты всегда можешь выехать и поездить. Вообще, и не вспоминать, что ты, знаешь, где-то там в городе живешь. То, что парк, это на самом деле зачетная тема. Есть вот рассматривать жилье, наверное, прямо в центре Москвы. Вот там даже выйти погулять негде. Так, ладно, ты там приезжаешь, машину поставил за шлагбаумом, а из дома вышел у тебя только улица, рестораны, улица и все. А на окраинах хорошо, есть парк. И даже вот это вот хорошо. Освещение сделали. Раньше-то и того не было. в темноту заедем. Притом фонарик работает на первой мощности. Есть еще вторая, третья. Но они реально очень мощные. Будет прикольно, если я приеду, начну эту велопокатушку монтировать и звук, короче, на видео будет с таким ветром. Потому что одно дело, когда я слушаю через камеру, вроде я чего слышу, а если представляешь, то есть вся велопокатушка на целый час, я даже не знаю, сколько, она выйдет, она вся загадится. я тогда буду думать, что я целый час катался и разговаривал сам с собой. Красота. Вот, знаете, вот так вот третий режим, но сейчас не так темно, то есть уже прям смеркается. ну, фонарь, вообще, фонарь, ребята, зачетный от слова совсем. Давай, даже на первый режим сделаю, подай на второй. И, наверное, давайте сами поедем вот туда вот, наверх и немножко катнем через Москву. потому что сейчас уже темно, не знаю, в парке, наверное, ничего не будет видно. Кафешки всякие есть. Вот, впереди церковь. Пока, мере, церковь важная для меня, потому что у меня тут родители венчались. здесь и маму отпевали, и папу отпевали. Вот. Поэтому, можно сказать, церковь мне это как родная. А это, кстати, это же все это усадьба Кузьминки. Вот здесь вот главный главный дом находился. так, а мы, я даже не знаю, сейчас, конечно, можно катнуть и по дороге, а можно и по тротуару. Вообще, без разницы. Вот, дай по дороге. десятую скорость поставим. До конца проедем. Фу, докатился. так, сейчас мы, наверное, заедем обратно и, наверное, вернемся в Малец назад. Вот так вот. Вернемся по парку. опа, с вами велодорожка. Я, кстати, раньше не замечал. Но окей. С вами, правда, велодорожка. Значит, по ней покатим. Дорожка оттуда была в этот уклон. Соответственно, немножко запарился. На десятой скорости поднялся. Ну, нормально. Слушай, с каждой рано все лучше и лучше становится. Мы сейчас сделаем вот так вот. Повернем направо. Вот сюда вот. Так. Чтоб всем было видно, сделаем обзор. Найдем какую-нибудь дорожку через лес налево. Вот. Я, правда, не знаю уже насчет вот таких вот ночных покатушек. Мне кажется, камера ничего кроме света фонаря вообще не передаст. Ну, ладно. Не будем загадывать. Сейчас посмотрим. То, что я еду в парке один, как бы уже время восемь. Это, как, наверное, в Москве три часа ночи будет летом. примерно так вот. Знаешь, не полностью темно. Я уже не знаю, как люди в Мурманске живут, ребята. кто из Мурманска есть. Вообще не представляю, как у вас два месяца короче, солнышко не заходит. Вообще себе представить не могу. Специальные коды. хорошо, второе дыхание открылось. Так, направо проезда нет. Сейчас вернемся. даже скоростной участок. Ничего себе. Надеюсь, меня слышно. Тут у нас летом зоопарк ВКонтакте. То есть летом можно прийти тут со зверушками совершенно бесплатно пообщаться. Вот здесь вот вход. тут даже лодочкой овцы живут. летом. Так, включаем третий режим самый мощный. Давайте-ка мы поедем через мостик. А что бы и нет. О, как красиво. Так, кстати, ни разу ой, надо было по лестнице спуститься. давайте здесь обидим посмотрим, куда здесь мы можем приехать. Такое ощущение, что здесь тупик какой-то. Да, так и есть. Ну ладно, не проблема. Сейчас спустимся. Про то же хреново видно. Главное смотреть на велосипедистов, которые без фонарика ездят, потому что их вообще никогда не видно. Здесь страна, кстати, на этой стороне фонарей не сделали, а на той стороне сделали. так проехал уже 13 километров. Ну, прицел, неплохо, можно в сторону дома двигать. люди, мне кажется, когда идут, они думают, что это велосипед, ой, велосипед, мотоцикл едет. Представляете, настолько мощный фонарь, а если его поднять вообще вперед, он реально впереди слепит вообще всех. Так, подъезжаем к очень важной развилке. Так, я сейчас буду держать путь вот сюда, через мост. Из парка. Все, движемся вперед. Сейчас, наверное, надо будет часики остановить. А я, можно было, конечно, еще поездить. Время только 20 минут 9. Ну, наверное, надо будет понемножку, понемножку. Потому что я позавчера проехал 14, ну и сегодня где-то 14 километров. Ну, так, хотя бы по 15. Ладно, все, ребят. Так, вереньку-то поставил. Давайте. Блин, лампочками мергает. Потом его на печенье. Вот, конечно, вел стоит. Я так одной перчаточкой просто смолохнул. Вот, получается, рам чистая, чтобы грязь домой нести. Вот здесь чуть грязи есть. Ну, так вот, короче, так вот, боевой конь хранил его вот так вот, чтобы можно было еще зайти здесь, хотя бы, места полно. Думал как-то по-другому, но, вот, самое оно. Так, так, сейчас мы так сюда положим. Спасибо, что сегодня были со мной. Хорошо покатались. Давайте. До новых велопокатушек. Пишите комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok